всем привет добро пожаловать на канал fox tail с вами катерина это симулятор полицейского и мы вновь приступаем к нашей замечательной опасной работе у нас новый район открылся называется бэйтаун сейчас мы выйдем посмотрим на него джулька если я не вернусь вовремя ищи меня в кафе мороженом клевенько симпатично мороженка охота прям что-то я села играть и знаешь бывает такой прям что-то хочется а сейчас зима и типа ну зимой кто есть мороженое свободные люди едят мороженое я видимо не из их числа потому что не покупаю себе мороженка расскажешь катя у тебя хриплый голос будто ты водитель дальнобойщик перекуривший беломор канал какой тебе еще мороженка штраф тебе сейчас дам вот я соглашусь с тобой ну знаешь вот я слышала такое поверье что клин клином вышибает что если ты болеешь горлом ешь мороженое и пей холодную воду типа тебе станет легче ни разу не проверяла вот думаю может быть стоит так это мы вывозим это вывозим вас тут сборище долбанатов да встаете фиг знает как штрафики вам штрафики посмотрим у нас сегодня важная цель набить побольше опыта положительного чтобы передвинуться вызвать рука передвинуться по службе немножечко по карьерной лестнице надо же расти и открыть еще новый район который со стадионом я так хочу увидеть огромный стадион на картиночке он выглядит замечательно не знаю как в жизни он вообще баба баба будет ли он как-то обозначен посмотрим очень как эта подсветочка называется зелененькая голографическая да так ответить на вызов они серьезно аварии давай не знаю вот это законно вот законно как вот он едет вот так вот не туда с зелеными всякими подсветочками мне кажется это отвлечения от не туда водители других внимание забирают он на себя разве нет потому что едешь может ни хрена себе вот эти ненгованная тачка вот это да и подыщи врюхался в какую-нибудь оленя который выбежал на дорогу надо внимательнее быть не отвлекаться но на красоту конечно хочется посмотреть сама порой за заглядывать вот иду иду дум какая красота впереди меня и спотыкаюсь и падаю или еще что-нибудь я-то ладно я так прямоходящий упаду встану отряхну свои коленочки пару покоцанной и пойду дальше а если в аварию попасть машиночку жалко до машиночку жалко она же пострадает ну ё-моё товарищ ты же меня когда в автосалоне покупал вот в каршеринг ты же говорил что будешь заботиться обо мне пылинки сдувать а он уже и дверь помял и кресло протер машинки тоже обижаются мне кажется машинкам есть душа ну она же двигается ты мне сидишь ты разговариваешься бишь родимая не подведив заносим и сейчас с тобой давай руль выкрутим и останемся живы и она тебя слушать или когда не заводит ты садишься ну давай 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 моя хорошая давай я тебя люблю давай мы сейчас с тобой этот бензинчик у новенького заправимся моторчиком давай заговоримся и она заводится такой мой от золотая мне кажется машина имеет душеньку нормально нормально перехожу я на месте вызова где варят а вот это авария но реально не серьезная машинная многоножечка ну давай начнем с ой да ты золотой да ты что-то бухенький подбухаешь иди сюда драгоценка сейчас собьет покажи мне удостоверение праздновать начало за да да неделю до нового года грех не побыть в роли пьяного оленя он носик у меня как у красненький так ну у тебя все нормальненько не прикопаешься забери расскажи пожалуйста расскажи мой про колотушный как же ты так нажрался то скотина и не смотрел на дорогу не не понимаешь чуть-чуть немножечко ликерчика пригубил давай мы проверим насколько ты там пригубил его дыхи мне дыхи мне в трубочку у фигасе ты даешь а чё у нас по тяжелым этим металлом скажи мне употребляешь ртуть глотаешь скажи врешь подлюк вот явно ртуть жрешь нет ты смотри нормально стой здесь стой хотя можно его сразу арестовать да и отправить а ему надо аварию отдавать отчет он как бы участничек давай ему дадим отчет об аварии тут сто процентов твоя вина да куда одеваться ничего не написано а кстати кстати у меня к сожалению наркоте наркоте камера так и мне открывается вот смотри давай проверим вместе там вот отпустит его пусть идет стоит а то вот задавит дела прикинь меня так и не работает вызов камеры обидно поэтому я это без фотографии людям куда деваться пусть так могла глазками с вами моргает и запоминает можете нарисовать представим что мы с тобой где-то а когда первая фотоаппарат фотография были запретены папам лет двести назад да по моему а ну да да в каком-то 1800 в каком-то году я помню что чувак изобрел симпатичной фамилией не по моему не ехала не в точно нет джозеф не изобрел впервые этот фотоаппарат такую такую дадут который размером с твой дом они вот это маленькая миленькая камера так а у тебя нормально у тебя еще нормально действует вот представим что мы в прошлом у нас нету нет камеры и оставим немножечко незавершенным это аварию отпусти меня а я могу тебя отпустить может надо было с тем поговорить давай иди чеши я тебя не буду задерживать и трезва кстати того чувака надо было обыскать я за тобой долго буду идти или нет ты слушай а там твой брат близнец по моему было игры да да это он я за ним ехал вы только что это на скачках были на скачках я выиграл он проиграл вот пошел напился от радости нормально ягод должен был напиться от радости а напился он у нас немножечко это одаренный шоке в шоке я не пойму я выиграл целые 10 долларов поставил на коня который пришел первым выдача отчета бывает олен дверь отпусти меня пожалуйста я сейчас отпустят доху слава богу а то я зависала помню в прошлый раз и уходи отбери иди дальше празднуй свою победу ты теперь практически миллионер коня кстати поздравь а ты че поедешь таким зеркалом нормальный такой баба никуда не поехал куда он протонулся от лошадка реальный так эвакуатор и тебе надо давай я тебя лошадка вызову а мы тебе можем обыскать давай поверхностно обыщем ну я не знаю что конский навоз понапрятал давай ну изюм практически ах ищет обыщи меня еще давай еще разочек обыск я не могу руки поднять все по меня полностью моя дорогая да давай вставай шутит со мной заигрывает твою мою и кусок пластика выкидной нож тебя за наши можно арестовать ладно называем транспорт тебе нож я конфискую не изюм нечем твой резать поэтому я ножик заберу себе замечательно мы с тобой расследовали первую аварию все свидетели получили от 1 надо было отчет эти давала отчет да давала какой цвет красивую тачки фукси замечательно если бы здесь можно было угнать и объем гнала однозначно очень красивая машиночка побежали дальше сейчас посмотрим сколько нам плюсиков дадут очень ничем люди 123 это на 123 больше чем у нас с тобой было с самого начала замечательно вот это небоскребы вот это небоскребы не хотела бы я жить на высоком этаже ну потому что в окошко выглянешь и улетишь сразу как окна мыть мне с моей везучестью однозначно нельзя было бы жить небоскребе потому что я бьюсь башкой я падаю я я вообще себя калечить умею на сто процентов вот реально я один раз из машины выходила знаешь как ну из машины выходишь дверцу придерживаешь да потом так отпускаешь ручку дверку хлопаешь так вот я отпустила как бы в дверку хлопнуть убрала пальчики кроме одного указательная не знаю почему он у меня там остался с дверцы этой может у них любовь была но я вот прям по пальцу себе так шибанула у меня палец в дребезги кровище вот это и это малая часть того как я умею с собой обращаться так вот если бы я жила на таком высоченном этаже и решила бы помыть окна это мне бы потом уже не 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 нет от иди отсюда не с тобой а мне бы потом уже окна не нужны были бы вызвать штраф штраф давай шарфаньем стоит тут ногу не пройти не про их такая плиточка красивая тротуар на хоть час в шахматы играть согласись тебе и черный и белый и красный вообще офигенная игра не наступи на черточку у меня в детстве почему-то паника была вот приедет нескоро да плевать вот когда начинает играть на черточку не наступил ну я я с моей уклюжестью я постоянно наступал и меня это бесило если я наступала одной ногой я не знаю было ты такой вот одной ногой правой наступишь обязательно надо левой наступить мне как будто вот эта черточка которая у меня была под правой ногой начинает сжечь и нужно симметрию соблюсти и левой ногой наступить тогда тогда жжение проходил ты ух я наверно видимо такая одна отбитая была ночью детство веселая какатеньки было не лагай игра я тебя умоляю ой смотрите здесь так солнечно сейчас мы с тобой перебежим дорогу надеюсь не размажут нас ух ты солнышко вышло сейчас зима сейчас солнца мало любое солнышко как за радость для меня понимаешь я вот зимой даже согласна а пусть мороз будет но солнце главное чтобы был потому что когда ты открываешь глаза и тебе солнце давит на них прям вот ложится лапочками своими обнимает давай-ка просыпайся тут минус 40 пошли гулять смотри как я для тебя свечу почему я бегу дороге вот это нормально а когда ты глаза открываешь за окном зима там пусть будет плюс 5 хоть так но пасмурт и думаешь ну какого хрена я проснулся в этом мире где моя фантазия солнечно-любимая гости тут какие-то здания о вот это наверно у нас с тобой тот райончик ты откроется да ладно мужчина здравствуйте офигеть у вас ботфор ты он как я этих сапожных дел мастер пьеро красавчик перейти пошли дальше а то мы как бы работать с тобой должна чё-то чуть мне никто аварию не подкинул нет ты чё встал это господи боже мой спасибо что пропустили я немного сошла с ума понимаешь тут уже водители все предупреждены что я вышла на дежурство все уже знают как себя вести а отчет а ты чё тебя не предупреждали что ли почему все стали парковаться он туда хочу на тротуаре что за наглость такая мне кажется это прям вообще конкретная наглость когда есть место для машин на и какой-то прости господи мудачела съезжает на тротуарчик где людочки ходит людочка ножичками подъехать потому что ножичками он не любит передвигать видите два лишних метра мне кажется это не некрасиво это не вежливость а надо быть вежливым я просто думаю могу ли я когда вот они стоят на перекрестке подходить к машинам в окошечко стучаться готовы предъявите пожалуйста ваши документики желательно трех нулевом эквиваленте я честный ты представляешь мне здесь даже взятку никто ни разу не дал почему в этой игре не предусмотрено давание взяток почему это же основа основ фундамент фундаментов это ура борос нашей службы ты вот вот тебе допустим как что-то случилось да я тебе дают взяточку там вы можете принять 500 500 долларов и ты на свой риск примешь или нет типа а вот вас запалили поэтому вы понижены по службе было бы классно в офигенно конечно вкрячились я вот это вот любви такой еще не видел а ну нормально я думал хоть какая-то авария мать не сиди на бетоне жопу застудишь тебе как говорится еще детей рожать все девочки в детстве это слышали все девочки я не знаю мальчики наверно тоже слышали говорит не сиди на холодном яйки свои застудишь детишечек не будет никто тебя такого не полюбит а мы тяжку мы тебя эвакуировали а куда ты там а куда ты побежал дорогоценный мой стоять покажу удостоверение ты перебегал дорогу в неположенном месте так ричард паспорт у тебя просроченный водительской надо это чтобы он боится о это хороший повод для обыска давай бойся ноги руки расставь что-то боишься что у тебя там все маленькая я об этом узнаю не бойся мы драгоценные человеческие зубы но я бы побоял там кто-то вкрячился слышал звук да ладно мой драгоценный давай я тебе штрафик выпишу неположенном месте штраф зубы пока предъявить не могу хозяину зубов мини цивили не писала как говорится нет не не надо иди отсюда каннибал грёбаный злится он а я еще значит и могу еще сделать стой ну ладно в бане тебе ему за просроченный этот минус 5 за что за обыск еще тогда стой скота база ну-ка дай-ка еще удостоверение разочек сейчас те за удостоверение твоя просроченная если он у меня пожаловался за то что я его видите ли не правомерно тогда ему штраф еще за просроченная водительская выпишу вот понял наши еще штраф эти зубы просила а ты отсюда у тебя нет таких денег зубы продай на аукционе за бусы сойдут нормально он выглядит подавлено подавился немножко не насмерть же те обнимашки вы поверили все же давай мои драгоценной фигли я пришла но рассказывайте любовь вашу кто в кого я не понимаю кого я опрашиваю мужика судя по всему до из бабы вылези и вылези говорить о башкой машешь будете потом влазить друг друга так я не пойму я вроде его спрошу теперь ее любую вот это любовь понимаешь даже в аварии они вместе так ты у нас ведь викторика викторика а у тебя все нормально забирай а чё ты нервничаешь я не буду тебя обыскивать ну расскажи мне что было тоже не знаешь я говорю выползите друг из друга тогда мозги начнут работать а когда вы в обнимашках стоите естественно вас кровь то отлила от мозга к нижним частям любовь и все такое подожди пока стой драгоценный мой я я с тобой еще не закончила скажи мне удостоверение да да вот наполовину из нее вылез сразу башкой замотал сразу мозги подключились и шары свои серые вон с блеском отдают подожди так нет нет дай еще дай и дай еще дай дай мне дай мне дай я понимаю она тебя о том же просит ты мне дай удостоверение я не успела посмотреть и най хотела бы думал за просроченное ну все тогда мне вообще никаких претензий сортензий ничего не написано я тебе говорю тебе не могу пофоткать извиниться меня не могу правда и тебе на все я тебе ему 2 дала да и тебе надо ты меня с фанталыку сбиваешь слышь дорогой мой иди давай отсюда иди отпускаю тебя вылезай выплывай выползай из нее все считайте меня этим не серьезно варенье не успею читайте меня мастером хирургом я сиамских близнецов разъединила таки все прям душные иди давай у меня день заканчивается можно было взять еще одну аварию но а чё твоя прям вообще не на ходу и ну ладно как пойду на своих ходулях давай тогда и пойдем уже завершать вот такой вот у нас он получился с тобой да 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 не в нету без а где мой а где мой участок по моему я где-то рядом нахожусь вот в этой области или вот в этой я не знаю закройся от нельзя так вот видишь я все пытался думаю может быть я камеру вызову нет ваше дежурство закончено пошли домой я свободно словно ветер в небесах на 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 хорошо с работы домой идешь на подъеме такой веселый клёво пофигу что тебя 70 километров через лет идти потому что ты дядя егер лесник у тебя выходной ты можешь завалиться к медведю петровичу в берлогу отведать его новые медовухи счастлив хорош а вот же полицейский а в какой-то меня вел 23 метра а вот так ты меня вел джулька день был плодотворнейший сейчас напишу отчет пойдем с тобой в бар отмечать мой этот повышение я я уверена что я сейчас повысить повысить давай пораду меня игра так что у нас есть ай чуть-чуть не хватило половину вот пешеход неправомерный обыск человека да я вот он нервничала я его обыскала но мы это все знаем с тобой все эти обыски не любит игра только только когда вот обязательно он пьяный или еще какой-то нибудь косой нам с тобой подрасти еще надо немножечко тогда у нас откроется вот этот кону и где мы с тобой дежурим и с тобой здесь дежуря можно как-то перейти в старые локации я по некоторым соскучилась я бы вернулась в первую локацию и там бы там бы поработала а чуть золой легенда а это моё да окей а взять и выходной это как мне не надо это мне мне подожди не надо не надо не надо мой хороший там и в следующей серии давайте на этом заканчивать всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал до встречи следующей серии всем пока пока моя патрульная машина называется гладиатор 6 почему я на ней не ездил на гладильной доске мы в следующей серии обязательно надо поесть это где у меня финансовом центре калахан гладька здесь у меня фигасе ладно интересно девки пляшут